Перед вами два видных путинских чиновника. Вы их прекрасно знаете. Дмитрий Медведев и Сергей Собянин. Оба в нулевых занимали один и тот же пост, руководителя администрации президента. После чего одному разрешили побывать ненадолго президентом, а второму доверили управлять богатейшей Москвой. Две судьбы, две совсем не светлых повести. Почему вдруг интересно сравнить их именно сейчас? А потому, что после 24 февраля Медведев и Собянин в публичном пространстве выражают себя максимально по-разному. Медведев, и об этом я рассказывала в своем недавнем ролике, с первых дней войны старается оседлать любой связанный с ней инфоповод. Хочет выглядеть брутальным и бескомпромиссным. Не стесняясь выражений, хругает украинских и западных политиков. Периодически трясет оружием в своем телеграм-канале. В общем, всеми силами старается доказать свою полезность Путину, чтобы тем самым сохранить себя во внутривидовой борьбе. Для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. А что Сергей Собянин? Он действует с точностью да наоборот. Мэр Москвы всеми силами старается дистанцироваться от всего, что связано с войной. Будто его это совсем не касается. Всем видом показывает, что с головой погружен в повседневную столичную работу. Война войной, а поезда в метро должны ходить по расписанию. Так может Сергей Семенович в глубине души выступает против войны? Или все же его нежелание отсвечивать на теме войны связано с чем-то другим? В этом ролике я расскажу об истинных мотивах московского градоначальника. Но сперва прошу поставить лайк этому видео, чтобы продвинуть его в рекомендациях Ютуба. А также подписаться на наш канал на Вайны Лайф. В описании под этим роликом есть ссылка на мой Ютуб канал Любовь Соболь. А также ссылка на мой Телеграм канал, где вы узнаете о многих новостях. Также вы можете поддержать нашу работу любым удобным для вас способом. Например, криптовалютой. Все ссылки под этим роликом. Мы существуем только благодаря вам. Спасибо. Сергей Собянин привык работать там, где есть деньги. В 90-х был спикером Думы Ханты-Мансийского автономного округа. В начале нулевых губернатором Тюменской области. В годы, когда цены на нефть пошли вверх, дела у нефтедобывающих регионов выглядели куда лучше, чем у остальных. Из них можно было делать показательные витрины. Разумеется, подмяв под себя местные СМИ. Именно на должности губернатора Тюменской области Собянин со своей нулевой харизмой понял, как важно держать под контролем медиаресурсы, чтобы те его неустанно хвалили. Он ставил одну задачу, чтобы от его поступков и действий жизнь у нас, здесь, в Тюмени, в Тюменском краю, жизнь улучшалась и незаметно качество счастья росло. Чтобы его современник, нефтяник, крестьянин, учительница, спортсмен, артист, студентка, доктор, работяга был удовлетворен своей единственной жизнью. В 2005 году Собянина позвали работать в Кремль руководителем администрации президента на замену Дмитрию Медведеву. Вместе с Путиным Собянин работал и в правительстве, пока в 2010 году в отставку не был отправлен Юрий Лужков. Тогдашний президент Медведев внес кандидатуру Собянина в Московскую городскую думу. С тех пор и по сей день самым богатым городом федерального значения руководит Сергей Собянин. И хоть формально на постмэра его кандидатуру тогда предложил Медведев, кому в действительности Собянин обязан своей головокружительной карьерой, догадаться несложно. Путин! 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 Собянин руководит Москвой вот уже 12 лет. И все эти 12 лет очень хочет понравиться москвичам. Однажды в своем желании понравиться он чуть не поплатился должностью, когда в 2013 году к участию в мэрских выборах был допущен Алексей Навальный. По замыслу властей это должна была быть легкая прогулка. Но Навальный за короткий срок своей яркой избирательной кампании сумел добиться огромной поддержки со стороны москвичей. И только фальсификации и административный ресурс помогли Собянину сохранить под собой мэрское кресло. Именно тогда власти поняли, что на более-менее конкурентных выборах у них нет шансов. К следующим мэрским выборам были допущены лишь груши для битья. А в 2019 году оппозиционные кандидаты, включая меня, не были допущены даже до выборов в Московскую городскую думу. Это породило самые массовые протесты в столице со времен Болотной. В общем, как-то не хотели москвичи принимать Сергея Собянина. Это наш город! Это наш город! Это наш город! Это наш город! А ведь он так старался за наш счет. И современные парки с бесплатным вай-фаем, и стильное арт-пространство, модные кофейни и электробусы. Собянину так хотелось, чтобы за ним закрепился образ передового градоначальника, технократа. А если москвичи не видят какой-то передовой мэр, надо им об этом постоянно напоминать. Собянин выстроил целую медиа-империю по восквалению себя через федеральные и столичные СМИ, через социальные сети, муниципальные газеты, интернет-ресурсы. На это Собянин никогда не жалел бюджетные деньги, еще со времен губернаторства в Тюменской области. В общем, из всех телевизоров, компьютеров, смартфонов и утюгов Собянин старался убедить москвичей в том, что он самый передовой, самый современный губернатор, что он достоин быть мэром столицы и соответствовать ожиданиям требовательных москвичей. Давайте будем помнить хорошее, а плохое пусть поскорее пройдет и забудется. Что произошло после 24 февраля? Многие чиновники начали высказывать свою лояльность Путину и его решение развязать войну в Украине. Не только Медведев, но и Турчак, Володин. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов торопился использовать войну, чтобы снова сблизиться с Путиным и сохранить за собой пост. Он сравнивал Путина с Петром Первым и, нарядившись в униформу цвета хаки, посещал Мариуполь. В отличие от своего коллеги, Сергей Собянин старался всячески дистанцироваться от темы войны. Да, ему тоже пришлось поучаствовать в праздничных митингах по случаю годовщины оккупации Крыма и нацепить на себя значок Z. Да, ему тоже пришлось посетить Луганск, чего он категорически не хотел делать. И по источнику Медузы переубедил его в этом лично сам Путин. В своих публичных выступлениях Собянин все это время старается не заходить за пределы столичной повестки, сознательно обходит тему войны в Украине. Но не нужно наивно полагать, что Собянин вдруг все переосмыслил и вынашивает внутри себя планы против Путина и против войны. Повторюсь, Собянин всей своей карьеры обязан Путину и всегда был на его стороне. Когда речь заходит о москвичах или о Путине, Собянин всегда встанет на сторону Путина. Так было в 2019 году, во время московских протестов. Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии. Они выполняли свой долг. Не нужно думать, что ужасные события в Украине вдруг растопили северное сердце Сергея Семеновича. Нежелание ассоциироваться с войной связано лишь с тем, что Собянин понимает, что в таком огромном и прогрессивном городе, как Москва, людям сложнее запудрить голову сказками про НАТО у границ и про бандеровских нацистов. Огромное количество москвичей прекрасно все понимает, кто развязал войну, кто виноват в смертях мирных жителей, кто стремится лишить россиян нормального будущего. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Собянин старается дистанцироваться от темы войны, исходя не из пацифистских соображений, а сугубо из практических. Он просто не хочет лишний раз раздражать москвичей. Ведь военные речи так не сочетаются с медийным образом прогрессивного градостроителя, который он так старательно выстраивал за миллиарды и миллиарды бюджетных денег. Выбирая между москвичами и Путиным, Собянин всегда выберет Путина. Тем более, когда такой выбор можно маскировать под заботу о горожанах. Например, система «Умный город», о которой так любят рапортовать московские власти под видом цифровизации. По сути же, Москва превратилась в мегаполис, где цифровые системы могут отслеживать любой шаг, собирать любые данные. Распознавание лиц по камерам, около подъезда или при поездках на общественном или личном транспорте. Использование точек Wi-Fi, анализ голосов в телефонных беседах с городскими службами. Московские власти собирают огромные массивы информации о москвичах. И все эти шутки про цифровой концлагерь чем дальше, тем больше перестают быть смешными. Под предлогом цифровизации Собянин воплощает в жизнь желание любого тоталитарного правителя иметь возможность контролировать все и вся, в чем Путин сейчас так сильно нуждается. И, разумеется, власти будут повторять, что система распознавания лиц в метро это удобно в первую очередь для самих москвичей. А как иначе? Вот только с помощью этой системы 43 человека, среди которых журналисты и активисты, были задержаны только в один день, в день России, 12 июня. Как похорошела цифровая Москва при Собянине. Так что я еще раз повторю, не нужно обольщаться тому, что мэр Москвы Сергей Собянин выигрышно смотрится на фоне Медведевых и Бегловых. Это такой же путинский чиновник, который внес свою немалую лепту, чтобы Россия в 2022 году оказалась отрезанной от цивилизованного мира. Собянин – это важная часть в путинской команде. И когда мы боремся против Собянина, мы боремся против Путина. 11 сентября – единый день голосования. Москвичи, которые против войны, против всего того беспредела, что творится не только в Москве, но и в России, 11 сентября могут сделать безопасные для себя действия, направленные на ослабление путинской системы. 11 сентября состоятся муниципальные выборы в Москве. Казалось бы, какой смысл ходить на муниципальные выборы, когда твоя страна уже находится в состоянии войны? Но именно в такие времена мы обязаны использовать любые возможности, направленные на ослабление системы. И даже муниципальные выборы для них чувствительны. Иначе стали бы они вот уже два месяца в истерике отстранять неугодных кандидатов. В этом году умное голосование дает рекомендации только в Москве. Ведь именно на Москву больше всего смотрят, когда оценивают протестные настроения. Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, тоже призывает вас голосовать по-умному. А закончить этот ролик я хотела бы именно его словами, из недавнего поста в Телеграме. «Путин и Единая Россия» это война, ложь, коррупция и нищета. Участвуя в умном голосовании, вы голосуете против войны, лжи, коррупции и нищеты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok